Смотрел. Для меня самое то. У нас на магазине не нападают. Ну, видите, вот, посмотрели. В Магните очень любят детей. Вот, скидочка 30%. 16-11-20, срок годности 12 месяцев. Для питания детей раннего возраста. На 12 дней просрочено. Почти две недели. Ням-ням-ням. Хорошо, что у нас добрые люди остались. Ну нет, нету просрочки здесь больше, да? Ну здесь просрочки нету. Ну нету. Сегодня 28-е, но здесь нет просрочек. Ну как мне надо снимать? Мне не надо снимать, слушай. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. Магнит Мира-14Б реализует просроченную продукцию. Хотел бы вызвать участкового для описи товара. Что там, просрочку реализуют? Да, и убирать не хотят. Попросил товароведов убрать, они такие, типа, мы не будем ничего убирать. Ну ладно. Хорошо, подъедем. Ожидаю. Странные ребята. Предложил снять просрок. Сначала хи-хи-ха-ха. Потом перестали общаться. Ну что, вызываем полицию? Вызвали. Полицию вызвали. Я вызвали. Или просто просто нам, может, мы можем вызвать. А вам-то зачем? Александр, я не очень понимаю, что вы творите. Я бы сейчас прошелся, что снял и ушел. Ну, посмотрите. Там вот три девушки. Ну, к вам-то там взяли. Какая? Потому что вы ее снимали. И что, это запрещено? Без ее согласия. В общественном месте? Без ее согласия. Вообще, что она есть. Все хорошо. Пусть она вызывает полицию. Это ее дело. У меня вопрос к вам, Александр, как к товароведу. Зачем этот цифр? Какой цифр? Что, вот там, не снимай меня, вызывай полицию, я снимать ничего не буду. Я бы сейчас с вами прошелся, снял просрочку и ушел. Кто-то из сотрудников вам это говорил? Александр, у меня два варианта. Либо со мной кто-то идет и снимает просрок, который я нашел. Никто не пойдет. Не пойдет полицию вызывать? Что, что-нибудь ничего делать? Да, вот ваш товаровед. Я к вам подсадю. А то, что, типа, вы сказали, не снимай меня, и все такое. Вам кто-то не говорил? Почему здесь съемка? Нет, вы сейчас сказали. Что сказал? Изначально вы сказали, не снимай меня, там, кто-то вам говорил. Почему здесь съемка, еще раз? Я про просрочку говорю. Про просрочку. У нас сотрудник сезывает. У нас сотрудник ходит, снимает просрочку. Я предложил вам помощь свою пройтись, и то, что я зафиксировал, снять с вами. Вы мне в этом содействии отказали. Я сейчас вынужден вызвать полицию, пройдя в свое время, и чтобы с полицией это все снимать. У меня желание этого делать нет. А смысл вообще снимать? Это ваша профессия? Да, это профессия там, не знаю, ваша. Вот такой юмор, который у вас вначале был показать, что вы нормальные сотрудники, хотя есть другие, где нападают. Как бы, сейчас у нас нормальный магазин. Ну, откуда я знаю, нормальный, нет. Откуда я знаю, нет. Если бы нападали, мы уже агрессивные действия, вы сами себе не отрезали. Вот это ходит, там агрессирует вас. Товаровед второй. Ну, снимай меня, не снимай меня. Я не имею право снять. Пошел отсюда, вот вторую девушку, которая вызвала. Товароведа я не имею право снимать. Ладно, пусть. Но, как бы, снимать, как бы, да, ну, нежелательно. Потому что нам подходит, да, говорят, у вас прозрачный талант, там-то, там-то, мы идем сразу, если кто-то там из продавцов не заметит. Я повторю, что у меня контент очень связан с тем, что я показываю адекватных и неадекватных сотрудников. Для меня тот факт, что вы провели себя очень адекватно вначале, это плюс. Я и так помню, я уже не раз видел, я и... Ну, мои ролики, наверное, не видели. Ваши ролики не видел, потому что наверняка... Вот посмотрите, там есть сравнение Чокинского напротив автовокзала магнит подвальный и два пятерки с Тулы. Одна пятерка себя повела очень красиво, я на этом делал акцент. Что надо так себя вести, когда директора спрашивают, что банка мятая, почему ее нельзя реализовывать? Одна молчит, вторая убегает, третья говорит, бамбас, лайк. Я показываю грамотность. Вы себя вначале нормально вели, я не понимаю, что вас перекинуло. Ну, а что тогда? Зачем я вызвал полицию? Мне сделать отмену? Вы пройдетесь со мной, снимите профиль? Мы не имеем права входить на директора, просто потом спрашивают. В чем здесь это? Я вам что-то про это говорил? Она при мне вот здесь внизу. Она вот тут при мне вскрыла, и вы при мне на кальсе вскрыли. Да, да, это было вскрыло. И мне что еще от вас нужно-то? Это было вскрыло. Ну? Будет списано. Пожалуйста, мне не важно, когда вы что спишите. Я у вас просил меня куда-то провести. Нет, но я говорю, что списано будет. Да мне пофигу, когда будет списано. Вы то, что вскрыли, можете списать? Когда-то? Когда-то, да. Именно сегодня мы списали товар висе. Это проблема, что мы его вскрыли? Нет. Я не понимаю, что происходит. Давайте еще раз. А почему именно приват не должен именно списывать? Я просил списывать. У вас была бы демзия. Почему? Мы против... Пройдемте, пожалуйста. Выходим. У вас? У вас и тензия такая. Потому что мы сарктовали вместе с вами. Хотя мы его открыли. Мы списали товар. Такой момент еще раз. Хотя мы его открыли. Когда я это сказал? Давайте еще раз. Когда я это сказал? Списывать будем? Да, ведь иди сюда. Списывать будем? Когда я это сказал? Не списывать, а товар подъезжает. Утилизация, правильно? Я когда это сказал вообще? По сути, по сути. Александр, еще раз. Да. Когда я это сказал? Вы говорили, да. Когда? О чем? Спишите? вообще-то нигде такого не нужно сказать на кассе скрыл его спасибо александр вы как потом ко мне подошли я говорю у вас в зале находится просто пройдемся снимем ее все снято а а а а где еще куча у вас куча давайте тогда пройдем с ним а потом поздрава таки не поймала все это полицию выслал я этот процесс буду фиксировать на камеру вас это устраивает посмотрите есть тоже своя определенная гранция по стороне день вот как девушка сейчас вас выжитает и не желает попали а сама там сказал я ее снимал если вот она хочет вон сейчас полиция приедет я тогда делал как на вас я не хочу вас привлекать у меня нет такой цели смотрите у вас есть желание пройти по залу я вам не до конца я не надо снимать вот видишь о чем я говорю вот видишь вот видишь а ты говоришь нет агрессии у вас есть желание пройтись получается по залу с тележкой с ней всю прослушку правильно и больше претензий к нам нету да а что у нее с полицией теперь делать я ее не отменяю пусть приезжает и девушка делает заявление да 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 у нее получается а насчет этого в принципе только а дайте к выходу мне придется позвонить и сделать отмен а мы точно будем со сломать больше не будет конфликтов если есть прозрачный товар мы его сразу снимем да и утилизировать когда и когда хотите делайте убираем убираем тележку все круиз как там откроем закроем обратно и и все и я ушел повезем и мы его обязательно спешим отлично представляться он не будет девушка вы полицию вызван нет нет ну а зачем я буду вызывать вы собираетесь вызывать мы с этими людьми уже конфликтов регулировали вам не надо еще чего вы знаете есть такой закон называйте какой здравствуйте делаю вызов по поводу магнита да можете опять соединить до 2 на прямую хорошо уберите камеру от меня побежал я вам показываю сейчас почитаю вызову только отменить не уходите не уходить здравствуйте казанцев беспокоят дело вызов нагнит если конфликт урегулирован как бы можно отмену сделать ну ладно ну что поделать хорошо ждем не увидите александр я скром лично подходил давайте давайте есть общее правило которое гласит обнародование и использование изображения гражданина без его согласия запрещено . это к примеру могут быть случаи используем изображение разыскиваемых лиц вы в розыске вы дальше читаете давайте это к примеру могут быть случаи использования изображения разыскиваемых лиц я не разыскиваюсь отлично ну то есть можно это когда разыскиваем и тогда нельзя да хорошо откройте 152.1 это оттуда текст открыть его полностью тут ребят я хотел бы дать небольшой комментарий дело в том что я нашел этот текст в интернете который она мне показывала и как видите мы просто немножко не дошли до того момента что изображение получено в публичном месте то есть в магазине в магазине открытым для свободного посещения и при этом девушка не являлась основным объектом съемки я снимал диалог с продавцом она в этот момент вошла в кадр и начала позировать это выдержка вы 152.1 открыть это полный оттуда текст и вы почитайте там дальше написано в общественном месте съемка разрешена если вы не являетесь основным объектом съемки а я вас выкладываю прямо сейчас у меня стрим что ли я не знаю еще не решил я не знаю ну хорошо решите в полиции приедем и напишу заявление отлично а на что вы будете писать то еще факта выкупки не было я сожалею мне честно я не негативный человек я брат как бы отменить ну вот такое вот дело уже негативный просто как бы вы ко мне прошли у нас ассоциировалось то что списать именно при вас там вот это все фильме мы просто списываем все время к вечеру поэтому а если что не объясню да теперь я к ней подходил пошли с ними три раза подходил тоже не в принципе ничего не слышал как здесь мне ничего не говоришь что поделать полиция прошел в магазин помочь им снять просрочку сначала вели себя адекватно как вы снимали потом включили неадекватов и отказываться утром ничего они мне не продали потому что я был в другом магазине вот это посетим встали попожу там выявляю а понятно вам не продали ничего нет но просрочек находится в том числе детский на полках на полках могу показать дело что там ну извините за с вами снять выявляете все будете да вам обратился да ну да ну как бы это самое я сразу сняла ну как бы я его не это ну в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия и все он начал меня снимать я говорю можете попозировать еще он не имеет права меня снимать но тем более выкладывать в интернет если он сейчас не удалит при вас то меня отшлепают я напишу заявление я напишу заявление шлепать вас бесполезно блин а так хотелось отшлепать по другое о опять угроза да сегодня уже мне это хотели ноги переломать вы тоже угрожать будете сегодня я находился в магазине магнит по адресу город счетная улица мира 14 до 28 марта здесь 21 город с целью помощи магазину по снятию просочки когда я снял у них детский просрок я вел видеофиксацию они стали мне запрещать видеофиксацию и отказались добровольно снять просрочку с полок магазина в связи с чем я был вынужден вызвать полицию для снятия с полок просрочки в том числе для детей прошу выявленные факты реализации продуктов со стекшим сроком годности зафиксировать и передать материалы территориальное управление РПН имея видеофиксацию факта реализации просроченных продуктов что еще раз требовал зайти в подсобное помещение вы ее пожалуйста по 306 предупредите за задачу заведомо ложных показаний да 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 врать научитесь сначала врать врать учитесь я с вами разговаривать не хватит да не просила даже списывать ее ты чего вот врешь то во первых ты мне не тыкай все ты там этот подпишись только что ты заведомо ложные показания не даешь а то это ответственность что ты врешь сейчас александр вы свободны пойдемте сверху на крышке написано срок выйдем до августа для питания детей с трех лет до августа до 10-го 11-го сегодня 28-ое пожалуйста до 23-го 11-го 21-го сегодня 28-ое 1 на 2 на двух минут до 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 что нет у них времени обратно продукцию уложить я должен твою работу сделать я по беспорядок ну хоть что-то снять успели гирали убирали да не убрали в районе месяца вот как бы мы в принципе тоже согласен но просто я не знаю раз уже вас вызвал даже не знаю что я пытался отменить вызов когда они уже додумались до всего это я тоже считаю что для полиции этого достаточно как скажете александр остальное потом вместе с ними когда это было сканка то с полицию вызвал все тогда да тогда хватит пожалуйста описывайте записывайте меня как действующее лицо статья 152.1 охрана изображения гражданина обнародование обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина в том числе его фотографии а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства в которых он изображен допускаются только с согласия этого гражданина я вам давал согласие такое согласие не требуется в случае когда использование изображение следует государственных общественных или иных публичных интересах изображение гражданина получено при съемке который проводился в местах открытых для свободного посещения или на публичных мероприятиях собраниях съездок конференциях концертах представлениях спортивных соревнованиях и подобных мероприятий открытых для свободного посещения магазин это открытое для свободного посещения место меня выкладывать в интернет без моего согласия я спрашивала у сотрудников полиции ну вот так ну не имею права все сейчас меня посудят а члепают и все ну а зачем заявление написать какой вы от этого хотите ток я что-то нарушаю на чем я должны привлечь посадить а сумму штрафа не назовете там пять тысяч муж вам заплатить проще 5 сейчас а то чё а то чё в казну и деньги платить не буду вот вам прям сразу так это же государства уйдет не у него уже что александр это время время вторую тележку возьмем 4 свободности все месяцев то есть до 11 2 числа 11 месяцев 22 на 7 скорее всего три месяца срок годности что на 4 ну 7 4 11 22 28 11 в один год годен до кто это не включить годен 2 14 11 сегодня 28 целая лоза кофе от 21 0 2 20 и срок годности у нее 18 месяцев то есть прибавляем год 21 2 21 добавляем 6 месяцев получается с 21 0 8 21 она просрочена еще одна почему хочу заметить что они идут вот так вот целыми лозами все тот же самый кофе уже от 11 срок годности те же самые 18 месяцев там все снимаем и снимаем столько столько бодрых людей пропадает которые могли бы этим кофе поправиться а заявление ознакомиться можно подписаться тогда я попозже я сначала знакомлюсь заявлением целая гора кофе 22 07 21 срок годности три месяца еще один 16 08 три месяца 16 11 уже того желтые печенье 29 ну тут даже считать ничего не надо так изготовлена 28 но 4 20 годен до 10 21 еще один за ну вот как вызовите а зачем а сейчас там ее будут оформлять хорошо сейчас два замечания сделаю тогда во-первых нет информации что это служебное помещение александр не подскажете что это за дверь который загроможден закрыли в виду чего неизвестно вам им пользоваться можно в случае чего еще 1 а как им пользоваться если он за загроможден и выходит и выходит и входит как скажете я говорю не более грамм все готов следите пожалуйста за детским александр с августа все-таки как никак не очень хорошо хорошо удачи вам успехов карьерного роста у вас лично ко мне претензии есть ну именно в данный момент а все таки есть ну все до свидания а это за съемку за съемку пишет уже до успел вот доехал домой выложил стрим еще наверно велся не люблю в казну государства платить проще так говорится что вам тогда нужно забить что вы чего хотите вот если я выложу меня накажут а вы то чего от этого получится я должен выложить чтобы мне наказали выходить у меня наказали заявление вы не выложите уже явно почему будет 5 тысяч запасу там не знаю сколько и а дальше ну ладно казна пополнится а вы остаетесь сотрудник полиция оскорбляет в рост заходите в рост заходите за счетом на улице если вы сын и летний ребенок а что у него на уме я ж не знаю снимаете с какими целями снимают атаку объяснена ничего не нарушил воспользуюсь для первой статьи конституции ну что собственно я же здоров выхожу я делал полиции пусть судится пусть судится я честно говоря как и не смог понять логику этой девушки она написала на меня заявление чтобы у меня привлекли и чтобы я не выложил видеозапись но чтобы привлекли я должен ее выложить но вот видеозапись выложены в сеть и нет конечно же не мной а моей редакции сам-то я ничего не выкладываю девушка стала популярной но по крайней мере вы мой зритель можете написать что вы о ней думаете и о ее родителях кстати мама этой девушки когда писала заявление озвучил что она является директором магнита может быть даже этого самого магнита может быть поэтому сотрудники стали так странно себя вести да и еще на следующий день писать мне с разных аккаунтов одинаковые комментарии а этот товаровед александр который сказал что он тоже добрый под другим аккаунтом вконтакте пытался со мной связаться и пообщаться и разузнать а зачем же я всем этим занимаюсь а я повторю зачем я против просрочки в магазине но я понимаю что некоторым сотрудникам сложно работать но они хотя бы стараются а некоторые вовсе не стараются и вот таких стоит привлекать с полицией но в этом магазине я был первый раз не было цели как-то их привлечь хотел просто помочь но они пошли в отказ и пришлось вызвать полицию а теперь я буду следить что будет с моим заявлением и держать вас в курсе дел спасибо что смотрели меня пишите комментарии ставьте лайки там ваш делайте репост подписывайтесь на канал если еще не подписались всем удачи всем пока